Религиозная система Христианство, ислама, буддизм и так далее Основной функционал заключается в чем? Это создание этих морально-этических норм Фактически они устанавливают для населения Такие минимальные правила общежития Понимаешь? Если мы сегодня с тобой уберем церковь и совсем То есть мы просто возьмем так, одномоментно уберем все церкви Все религиозные системы То завтра, уже завтра Мы будем жить в мире Где маленькие группы людей Которые остались Просто остались после большой резни Вот эти маленькие группы людей Охотятся друг на друга Друг друга ебут и жут Понимаешь? Пока с тобой общаюсь То есть Ну, пища для ума, понимаешь Пусть ты еще анализом занимался Ну, то есть Именно аналитика А не торопись никогда Ну, во-первых, вот к этим вещам Ну, смотри Не надо никогда никуда спешить То есть Вот эти вещи Они работают всегда универсально И все всегда в этой жизни одинаково Понимаешь? Вот все одинаково Вот я же не просто так говорю То, что Мы вот возьмем Предположим, христианство То есть Это вот тройная система ценностей Для общества Для, соответственно Для лидеров Вот этих вот общественных И для внутреннего употребления Три круга знаний И точно такая же херня В исламе Точно такая же херня Один в один Я тебе просто возьму Коран процитирую То есть Вот прям строчка из Корана Чернила ученого Также почтены для Аллаха Как кровь праведника То есть Вот чернила ученого Приравниваются к крови праведника Короче Акбар Воистину Акбар Именно так Вот вы просто вдумайтесь Немножко Даже не слова ученого Не мысли ученого Не чернила Текст Чернила То есть источник Понимаешь? И это приравнивается к крови праведника То есть Это очень жестко И сразу идет Разделение людей Вот на этих вот Бездумных хомячков Которые единственную пользу Могут принести Религиозной системе Тем, что они Хероически погибнут И соответственно Разумных человек Это очень жесткое разделение Точно так же В исламе Есть огромный пласт информации Который существует Ну скажем так Для внутреннего употребления Вот этого духовенства Он точно так же существует Если мы возьмем Ту же православную церковь У нас вот этих вот Хомяков Которых дрессируют В попов Их сначала два года Учат Языческому многобожию То есть вот два года Их сначала дрессируют В языческом многобожии И только потом Они переходят уже К изучению христианства Ну да Потому что православие Оно базируется На язычестве Именно базируется На язычестве Если мы будем сравнивать Вот эту вот Православную РПЦ С той же там Римско-католической церковью Вот там Христианство У нас Хер по ничего Понимаешь Вот у нас От христианства Только уши торчат Ну откуда взяться То есть во-первых Школы были закрыты То есть Если взять там Протестантов и католик У них не закрывались Они как у нас Школа богословия То есть она у них И постоянно Много со временем А у нас все Он провал Как здесь Дело в провале Здесь дело в том То что мы живем Вообще Блин Это сложно Это вот надо Объяснять С другой точки зрения Подходи Смотри Давай вот Попробую на пальцах Вот если упрощать Если упрощать Вот для понимания Простого человека Да То есть Вот который Не знаком с этой темой Вообще Вот если мы берем Весь мир Да То есть Вот всю планету Вот вся планета Она загнана В очень интересную Систему Именно идеологическую Религиозную систему Очень интересная система Притом Эта система Она идеально Сбалансирована Идеально Сбалансирована И она создает С одной стороны Порядок в обществе То есть Вот это вот Поддерживает Как бы Толерантность Правила общежития Взаимодействия Людей разных Религиозных групп Это как бы Одна сторона медали Это все создается За счет религиозного Вот этого Мировоззрения За счет религиозного Воспитания А другая сторона Медали заключается В том То что Вот эта система Общемировая Она скомпонована Таким образом То что Она обеспечивает Максимальное развитие Человечества То есть У нас Вот существует Вот если мы будем брать Вот С запада На восток У нас соответственно Идет христианство Ислам Буддизм Да Это идеальный Еще иудаизм Еще иудаизм Не забываем Он тоже есть Давай так Если мы берем Иудаизм Это не религия Это базовая Религиозная Концепция Которая Обеспечивает Отдельный Культурный Формат Евреи Это не религиозное Это Как тебе Объяснить Евреи Являются Культурой А не Национальностью Понимаешь Да Я понимаю Вот Евреи Это культура А не Национальность Точно так же Как цыгане Это культура А не Национальность Вот это Две Уникальные Культуры Именно Две Уникальные Культуры Которые Пронизывают Весь мир Вот Они Существуют Во всех Государствах Мира И Соответственно Они являются Для всего мира Такими Своеобразными Примерами Для прямого И обратного Копирования Понимаешь То есть Вот у тебя Есть Везде Еврейская Культура Это Вот такие Примеры Для прямого Копирования Они Везде Есть Во всех Странах Мира И Точно так же У тебя Везде Есть Цыгане Это Примеры Для Обратного Копирования Вот Еврейская Культура Она Базируется На чем На Иудаизме Цыганская Культура Она Базируется На Зороастризме При этом Евреи Сохраняют Свою Веру То есть Они Везде Говорят Открыто О том Что Да Мы Вот Иудеи Мы Вот Именно Такие А Цыгане Они Это Чисто Такая Паразитическая Культура У них База Зороастризм То есть Вот Ты Заходишь В любой Цыганский Дом Везде Стоит Вот Этот Семицвечник Но При этом Формально Они Придерживаются Той Религии На Землях Которые Они Живут Принцип Живания Именно Именно Паразитическая Система Вот Эта Часть Общего Религиозного Шаблона Общей Религиозной Концепции Которая Существует В рамках Человечной Вот Евреи И Цыгане Являются Уникальным Таким Вот Явлением Во всех Культурах Во всех Странах Они Являются Примерами Для прямого И обратного Копирова Вот Эти Две Культуры Они Созданы Абсолютно Искусственно Вот Они Искусственно Создавались Если мы Берем Евреев Они Создавались Соответственно На базе Вот этого Иудаизма История Вообще Создания Евреев И цыган Она Одинакова Как Подкопирку Просто Одинакова Как Подкопирку Соответственно У нас Получается Как На западе Государство Израиль Начинает Соответственно Продвигать Вот эту Свою Иудейскую Веру При поддержке Государства Иудаизм Развивается Набирает Определенное Количество Сторонников Достаточно Большое После этого Государство Уничтожается Да То есть Государство Уничтожается Вот эта Религиозная Группа Она лишается Поддержки Государства И распределяется По всем Странам Мира С цыганами Абсолютно Одинаково Только на Востоке То есть Они точно Так же Начинались При поддержке Персии Если я не Ошибаюсь Развивается Вот этот Зороастризм Набирает Достаточно Большое Количество Вот этих Сектантов Вот он Набрал После этого Персия Сносится Вот эти Зороастрийцы Превращаются Вот в эту Цыганскую Культуру И распределяются По всем Странам Мира Понимаешь Понимаю Но С правилюррею Добавлен Ну Себе Получается Как Вот они Ни одного Народа В мире Такого Нет 2000 Ну Как Говорят 2000 Гоняют Хорошо Народ Культура Она Сгоняется С государства Там Где они Жили То есть Они Бродят По всему Свету Вот И сейчас Опять Оказывается В том же самом месте Они государства На то же Самом языке Эти люди Разговаривают То есть Культура Сохранилась И они Вернулись То же самое Место Где Еще один Так Народ Хотя Есть Они Никуда Не Вернулись Они Жили По всем Странам Мира Так Они Живут В Израиле Сейчас Государство Есть Израиль Государство Существует Существует Но Во-первых Оно Существует Последние 70 лет Да Это Мизерный Срок В Исторический Мир Завтра Его Может Перестать Существовать Ну Это Так Потому Что У них Проблем Там Много Дело Не В Этим Дело В Том То Что Ты Понимаешь Вот Это Две Искусственные Культуры Созданные Специально Под Приход Вот Этих Рабских Религий Для Того Чтобы Ввести Буддизм Христианство Ислам Опять же Христианство Ислам Буддизм Это Идеальный Баланс То Это Идеально Сбалансированное Общество То У Тебя В Христианстве Это Ну Смотри Это Можно Назвать Так Баланс Тело Разум Душа Перестань Шмей Да Я понял Перестал Молодец То Вот Этот Баланс Религиозный Он Именно Так И Работает Тело Разум Душа То Если Мы Берем Христианство Это Религия Максимально Эффективная В плане Взаимодействия С Окружающей Средой То В ней В ней Больше Всего Разрешено То Как В Нагорной Проповеди Двигайте Горы Останавливайте Волны Короче Творите Что Хотите И Люди Этим Занимаются Понимаешь Если Мы Берем Буддизм Это Соответственно Жесткая Кастовая Система Там Ничего Не Остается Кроме Как Думать О Высоком Ни О Какой Личной Реализации Человека Речи Не Идет Потому Что Ну Как Если Ты Находишься В Рамках Буддизма Ты Где Родился Там И Пригодился Все Твой Потолок Он Ограничен Вот Той Кастой В Которой Поднятие своего статуса Только через колесо сансары Именно И Поднятие своего статуса Только через колесо сансары И Без Вариант И Даром Случай Вот Эта Религиозная Система Буддистская Религиозная Система Она Направлена Исключительно На душу Чувак Вся Твоя Жизнь Это Совершенствование Души Чтобы После Перерождения Реснуться На следующем уровне Вот и все То есть В данном случае Вот это Религиозный Комплекс Буддизм Он давно Уже Разделился На множество Групп Там Есть Огромное Количество Подразделов Те же Конфуцианства И так далее Подобное Это Свой Уникальный Восточный Мир Он Максимально Жестко Стабилизирован Он Обеспечивает Идеальную Управляемость Общества Это Идеальная Управляемость Общества Это Стабильность Которая Граничит С вырождением С деградацией И со всеми Вот этими Подождите У нас же Уже 20 лет Стабильности Ну так Мы тоже Деградируем Вот И соответственно Вот этот Вот Религиозный Формат Который Ближе Буддизм Это Соответственно Вот Формат Развития Вот этих Духовных Практик Если Мы берем Ислам Это Наиболее Разумная Религия То есть Она Как бы Со стороны Христианства Она Вбирает В себя Вот Определенное Взаимодействие С окружающей Средой Которое Там Разрешено В виде Вот этого Фатализма И так далее И там Подобное И в то же Время То есть Это Очень жесткая Религия За счет Чего За счет Того Что Мусульманин Он Ну Как это Сказать Если хочешь Быть правоверным Делай все Как написано В Коране А там Как Там столько Всего Написано Что ты Охренеешь Понимаешь Для того Чтобы быть Правоверным Мусульманином Тебе Некогда Думать Тебе Некогда Думать Вот Просто Физически Некогда Думать И плюс К этому Соответственно В исламе Прямой Запрет Нарисование Людей Животных То есть У тебя Вот этот Вот Творческие Способности Людей Они Очень жестко Ограничиваются Понимаешь Да Ну У христиан По-моему Тоже Так Существовало Не ошибаюсь У христиан Много Чего Существовало Но Мы Давай Мы Не будем Путать Христиан И Различные Ответвления Христианизма Ну Да Потому Что Как таковых Христиан Да Их Вообще В природе Не существует Есть Религии Которые Базируются Вот На этом Учении Христа Именно Базируются Но При этом Ни одна Из Вот Этих Религий Которые Называют Себя Христианством Они Не Являются Христианством В чистом Виде Да То есть Они По-разному Трактуют Учение Христа И Все Вот Этот Момент Вы Просто Надо Понимать Блин Давай на пальцы Вот Простейшие Вещи Вот Мы Берем Предположим Христианство У нас там Иисус Что говорил У бога Нет лика Правильно Что Да Ну Он Что Говорил Не Создавай Себе Кумира Правильно Говорил Такое Правильно Что Такое Лик Что Такое Кумир Вот Кумир Это Лик Нарисованный На дереве Кумир Идол Понимаешь Деревяшка Именно Вот Что Такое Икона Это Лик Нарисованный На дереве Это Главное В храме В любом Храме Понимаешь Министерство Оно Такое Вот Гимнаст На кресте Нарисованы Лики Путина И Шойгу Ну Это Совсем Это Уже Запредельные Вещи Когда Путина И Шойгу Вырисуют Это Запредельные Вещи Но Опять Мы Возвращаемся К тому Что Одно Дело Патриарх Который Принадлежит К высшему Сословному Обществу Использует Вот Эту Религиозную Систему Для Обеспечения Своей Семье Власти Влияния Это Это Одна Страна Медаль А Другое Дело Вот Эта Религиозная Система Которая Существует Для Всех Для Всех Это Очень Нужная Важная Вещь И Там Даже Взять РПЦ Даже В рамках РПЦ Существуют Люди Которые Являются Реальными Духовными Лидерами Именно Реальными Духовными Лидерами Взять Там Предположим Того Кто Диак Кураев Взять Того Жек Кураева Это Уникальная Личность Человек Говорит Его Слушают Его Люди Внимательно Слушают Он Говорит Очень Умные Разумные Адекватные Правильные Вещи Да Они Кардинально Расходятся С этими Пожеланиями Патриарха Потому Что Для Патриарха Сидеть В золоте На Золотом Троде Говорить О том То Что Надо Меньше Воровать А то Что Как-то Нам Мало Денег Достается Для Него Это Норма Для Него Это Норма Потому Что Он Вообще В Моей Моей Баш Телефонная Связь Звонишь Телефон Да Ну Например Я Понимаешь Давай Вот Как Реалистично Смотреть Вот Если Ты Человек Если Ты Личность Соответственно Ты Уже Часть Бога Ты Уже Часть Бога Это Христианство В чистом Виде Я Объясню Это Помогает Средоточиться До конца Свою мысль Не довел То есть Естественно Так Оно Есть Говоришь Вот Можно И так Но В принципе Во-первых То есть У христиан Есть вера В то Что Например Иверская Икона Божья Матери Чистый Список Богородицы Соответственно И Вот Этот Лик Спас Нерукотворного Это То Что Отпечаталось Когда Он Прикладывал Полотенце К лицу Когда Его Пытали Фотографическим Образом Его Лик То есть Это Не рисовал Какой-то Человек Но Это Вот Так Это Просто Случай Вот То Что Ты Сейчас Нам Говоришь То Что Ты Сейчас Нам Говоришь Это Как раз Относится К твоему Личному Восприятию Понимаешь Твоя Личная Вера Да Ты Как Человек Как Личность Имеешь Полное Право На Свою Личную Веру У тебя Никто Не может Неправо Забрать Это Невозможно Это Невозможно Это Невозможно Так В этом Как бы И Нет Никакой Необходимости Понимаешь Игорь Нет Вот Я Разумный Человек Я Прекрасно Понимаю Это Что Нет Никакой Необходимости Забирать У людей Вот Эту Личную Веру Если Человек Во Что То Верит И Это Делает Его Человека Именно Это Делает Его Человека То 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 Он Соблюдает Какие Определенные Моральные Нормы Он Ведет Себя Как Человек А Не Как Животное Абсолютно Во Что Угодно Лишь Он Вел Себя Как Человек Все Для Меня Это Убори Чем Достаточно У Меня Так Ж Я Представлю Все Равно И Со Мусульманин То Есть Никакого Значения Не Ставит Либо Человек Здесь На Все Можно Смотреть С Абсолютно Разных Старом То 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 Смотреть С Будизм Они Создают Идеальный Баланс Вот Эти Все Религии Они Пронизаны Вот Этими Двумя Уникальными Культурами То Есть Евреями И Цыганами И Это Тоже Создает Идеальный Баланс Понимаешь Над Всей Вот Этой Херней Существуем Мы Существуем Мы Вот С Этим Своим Непонятным Полуязыческим Православием Вот С этой Вот У нас У нас Вообще Как бы Многонациональная Страна У нас Православие Своё То Это Вот Такая Уникальная Ответвление Христианства Где Языческого Больше Чем Христианского Намного У нас Ислам Свой Да То То Есть У нас Ислам Тоже Свой И У нас Соответственно Буддизм Который У нас На востоке Страны Очень Сильно Востребован Он Ближе К Шаманизму Чем Буддизм Понимаешь Вот Если Ты Берешь Какого Нибудь Бурятского Ламу Сядешь С ним Поговоришь Что Ты Очень Быстро Выяснишь Что Это Больше Шаман Чем Буддист Именно Так И Вот Мы Существуем Вот Над Всей Вот Идеальной Моделью Которая Работает В Человечестве Мы Существуем В Качестве Такой Своеобразной Идеологической Надстройки То Я В Своё Время Это Сравнивалось Чем Существует Как Б Весь Мир Который Очень Четко Структурирован Стабилизирован И Прекрасно Как Б Сбалансирован И Мы Сверху Как Крышка Над Скороваркой Крышка Над Скороваркой Хорошо Спотни Мы Нище Вот Наша Задача Она Заключается В том Чтобы Создавать Вот В этой Скороварке Давление То Вот Мы Вот Это Наше Варварское Общество Наша Варварская Культура Она Существует Специально Для Того Чтобы Во Всем Давление Мы Вот Этот Страшный И ужасный Варварский Мордор Который В любой момент Может Прийти И дать По голове И от Нас Надо Защищаться И Вот Вся Вот Кольцо Всевластия Вот Эта Вся Система Которая Существует В мире Она Настолько Интересна Она Запутана Она Вот Так Между Собой Переплетена Но При этом Она Выполняет Очень Четкие Функции Во Первых Она Стабилизирует Общество Она Обеспечивает Порядок Она Обеспечивает Правила Общежития И В то же Время Она Создает Огромное Количество Вот Этих Мелких Внутренних Противоречий Огромное Количество Вот Этого Противостояния Друг С дружкой Которые Обеспечивают Развитие Человечества Ну Примерно Так Это Работа А Еще Забыл Такую Херню Как Атеизм Да Это Серьезно Ребят Атеизм Это Тоже Вера Так И Есть Это Тоже Вера Которая Была Создана Чуть Больше Ста Лет Назад Вот Под Технологический Уклад Двадцатого Века И Она Создавалась Именно Как Надрелигиозная Надстройка То есть Это Такая Вот Своего Рода Можно Назвать Это Система Познавания Свой Чужой Вот Если Разумный Человек Существует Неважно В Каком Обществе В Двадцатом Веке Он Соответственно Должен Был Быть Атеистом Для Того Чтобы Принадлежать Категории Разумных Людей То есть Это Работало Именно Так Вот На данный Момент Кстати Новые Надрелигиозные Надстройки Для Нового Технологического Уклада Ещё Пока Не Существует То есть Вот Были Попытки Продвинуть Вот Эту Квантовую Механику Квантовую Физику Стивена Хокинга То есть Её Предложили В качестве Надрелигиозной Надстройки Но Она Не Набрала Какой-то Серьёзной Популярности Для того Чтобы Вот Этим Проектом Стать Поэтому На данный Момент Пока Ещё Работает Вот Этот Атеизм Который Является Скажем Так Составляющей Прошлого Века Вот Этого Прошлого Технологического Культурного Формата И В следующем Веке Вот Этот Научный Атеизм Он Уже Работать Не Будет Его Надо Чем-то Заменять Вот Теперь Наверное Всё-таки На Сегодня Всё